Волнует, может быть, темой вашей выпускной работы. Вот еще раз, может, немножко говорите. Я снимаю про конференцию. Ну, вот хотите, да, про конференцию сейчас вернемся. Психология здоровья, мы с вами уже на первой встрече говорили, что здоровье — это средство чего. Во-первых, у нас здоровье, вот уже, как бы, если говорить про нашу тему, здоровье — это интегративная характеристика личности, в нашем понимании. Поскольку это здоровье тела, сознания и души. И когда мы рисовали схему, помните, здоровье у нас было как средство. А цель, помните, что было на первой лекции? Народ начал листать. Да, жизнь, счастье. Да, то есть счастливая, творческая, эффективная, гармоничная жизнь. И в этом смысле, вот все, что вас волнует сейчас по жизни, может быть темой вашей работы. Вот если сейчас у кого-то есть какая-то идея совершенно невероятная, на первый взгляд, можете ее предложить, мы ее оформим в виде темы. Можно даже сейчас вот на кубику попробовать, если кого-то там что-то цепляет сейчас. Но можно и потом в перерыве или после. То есть на самом деле, у нас нужно, конечно, привести название, как минимум. Содержание тоже, но содержание еще даже не так докритично, так скажем. А вот название, оно будет вписано в ваш диплом, название выпускной работы. И есть дотошные работодатели, которые потом читают название. Если оно им не понравится, это может повлиять на возможность вашего придема на работу. Поэтому его нужно делать вот в такой, академической форме. А внутри уже содержание у нас допускается разный вариант. То есть не строго академический, все эти, как, например, магистрская диссертация. Там больше формальных требований. Ну, как и везде, начиная с христианской традиции, церковной, я имею в виду, есть форма, есть содержание. Я в этом смысле, в тех крайних взглядах, для меня важно содержание. Я на форму могу закрыть глаза. Но тем не менее, поскольку мы в общеобразовательном учреждении, то форму нам тоже соблюсти надо. И возвращаясь к конференции, в апреле, обычно во второй половине, проходит, так называемая, неделя науки. ЮФУ, ну и вообще, по многим, почти во всех. И вы тоже, обычно у нас своя секция даже есть. Если у нас человек 10, то мы делаем свою секцию. Если меньше, мы там добавляем еще кого-то из бакалавров, магистров. Но последние два года у нас все время отдельно свои секции. Я думаю, что в этом году тоже наберется десяток пожелающих. Больше тоже возможно. То есть где-то от 10 до 15, где-то нормально. И вы имеете преимущество. Вам не обязательно защищать эту свою работу при комиссии. То есть вы диплом сдаете, текст остается, но защита не обязательно. Вы, может, половина обычно приходится защищать. Хотят еще раз проговорить и услышать обратную связь. Но есть возможность, нет, защищаться. И вот поэтому желательно вам все-таки где-то максимум после каникул первый вариант темы сформулировать. И можно и в индивидуальном порядке, и потом, когда будет еще встреча общая со мной, персональная или публичная, это все дело обсудить. И как раз два-три человека, если начнут, то для остальных это тоже будет определенный опыт и практика. А можно вопрос? Восема у нас, знаете, какое-то непонимание, а про что могут быть темы? Вот можете 3-4 привести, чтобы... Во-первых, темы есть десяток или косой десяток, там сотня тем есть на сайте. Это, если что, у лидос. А лидос. А если не в рамках этой темы? Если не в рамках, любую другую, ну просто только кориентир. Ну вот, например, поскольку сейчас просят какие-то примеры, мне нравится тема про исследование представлений. Что люди думают про что-то? Прощение, принятие, вина, стыд, уныние, что угодно. Про любой какой-то психологический феномен можно исследование представлений, допустим, о феномене прощения у мужчин и женщин, или у людей в разные возрастные периоды. Обычно мы тогда берем какую-нибудь одну стандартную анкету и составляем свою, как правило. Я вообще люблю, когда еще человек составляет вот свое, то, что его именно волнует в этом направлении. Он там 5-10-15 вопросов мы там обсуждаем, и дальше какой-нибудь стандартный метод и своя методика. А если так достаточно полно, своя методика, то иногда обходимся даже вот в нашей подходе, можно и без стандартных методик. Лучше больше человека хватить, чтобы более достоверные были результаты. Это как пример. А так все, что угодно. Например, вот из таких папирнатальной психологии у нас были в этом году работы. Была работа, симбиоз матери-ребенка и влияние на их судьбы. А вот сепарацию, например, да, можно? Конечно, проблема сепарации, да, тоже можно. То есть здесь можно все, что угодно. Вот все, что в нашей жизни, чем шире, у нас председатель уже много лет, и она очень любит приходить на наши защиты, потому что тем у нас жизненные. Как правило, знаете как, у кого что болит, тот о том и говорит. И вообще каждый следует то, где значимо для него. Это может быть, конечно, он там неуспешен, но вот то, что для него значимо. Поэтому вот пока думайте до Нового года. А после Нового года уже желательно начинать определяться, обсуждать темы, начинать уже на них работать. И те, кто выступают на конференции, они от защиты соблаждаются, но у них автоматом, особенно те, которые места занимают, отличный оценок. А конференции это примерно доклад? Доклад обычно, смотря сколько бывает людей, ну минут 7-10. Но потом вопросы. И, ну к тому как, вообще конференция, она как-то более творческая вроде формы, и менее напряжная. В том плане, что там оценки не ставят. Там только места есть, но оценок нет. Тем более, это важная работа уже, все, кто успешно выступил на конференции, это уже отличная оценка. Можно вопрос, а когда конференция, она в чем, о какой работе рассказывает? То есть это какие-то свои взыскания? Конечно, да. То есть это научная, практическая студенческая конференция, туда входят и магистры, и бакалавры, и слушатели, и они остаются именно в своих исследованиях. То есть как минимум, хотя бы вот свою анкету в авторскую составляете по нашей проблематике, и на примерно 50-ти, там, сотни, сколько сможете опросить. И сейчас часто делают Google формы. Мне больше нравится, когда лично опрашивают, но это уже можно выбирать, как вам удобно. Можно и смешанный формат делать. По поводу... Вопросы еще есть по поводу вот этой, начала нашего? Вопросы будут в вашем. Вопросы по конференциям много, наверное, не сейчас. А какие сейчас у вас вопросы? Вот вы сказали, в дипломную работу выбираешь свободную тему, любую, да, из психологии практически. А конференция именно в вопросах, как это связать с этой темой? Смотрите, вот с этой темой вы вопросы и связываете. И для выпускной работы вы все равно будете... Но не обязательно делать своего авторскую анкету. Например, можно взять стандартные две-три методики, которые есть уже. Но, как правило, 90% еще делает какую-то свою, потому что две стандартные методики не включают все, что им интересно. Вам можно больше подойти? Конечно, конечно. И руководитель, может быть, любой преподаватель, который у вас читает, раз, и, ну, не все просто там готовы откликнуться, но, в принципе, имеет право любой. И если у вас есть знакомые, которые там где-то в вузе работают, тоже можно их привлечь для этих целей. Какие-то еще вопросы по этой части есть? И вот реферат по психологии здоровья, ну, я думаю, до конца февраля спокойно можно там думать, и заодно как раз уже это вот как толчок выпускной работы у многих будет. Не у всех, но у многих. Но можно выбрать и что-то совсем другое. Я выписываю работу, я не знаю. Не связанное со здоровьем. Но, с другой стороны, когда мы понимаем здоровье как интегративная характеристика личности, то назовите мне тело, которое не имеет отношения к здоровью. Я, наверное, какой-то даже не знаю. Если мы, даже получается, если мы берем психологию здоровья, то мы не заканчутируем его тело. А если мы, например, не обязательно, то мы идем к Могилевской. Ну, в принципе, не обязательно. По опыту Могилевская берет, но мало. В итоге мы все равно идем к вам. Это тоже не обязательно. Нет, мы не против. Нет, я имею в виду, что... Разно, наружные навязки. Можно, если он настоятельный. Привет, тебе можно. Серьезно, вы же нас будете консультантами. А консультанты, да, как же? Ну, если вы не можете без консультантов, да, он же и руководитель. Конечно, вы же декорная рогушка. Ну, может, кто-то там такой опытный еще сам справится. Ну, что, переходим к психологии здоровья, да? Мы с вами обсуждали определение здоровья? Да. Одно только обсуждали, да? Вот в вашей версии, что такое здоровье? В вашем представлении. Это состояние... Естественно, пожалуйста. Когда ничего не болит. Головы, да. Когда ты счастлив. Головы, остальное тело... Физическое, духовное, нравственное, социальное. Ага, тело, духа и головы. Это психическая, физическая. Здоровье, когда не вспоминаешь. Может, это гармония какая-то? Ну, в принципе, вы все правы. Вот, кстати, тело, духа и головы. Мне кажется, что мы даже на первой лекции-то затрагивали. Вот где-то голова и дух. Вот здесь есть некоторая такая болевая точка в русском языке. Что такое дух? Дух имеет два значения. Даже в библейском контексте там есть два значения у духа. Одно, там есть как-то дух над миром, короче, синоним Бога, мироздания, Вселенной, Всевышнего. То есть дух как ответ не разум, а высший. Но чаще в культуре все-таки вот сложилась традиция, что когда мы говорим о духовном, то подразумеваем разумное. И тут как бы есть два значения у слова духовность. И особенно когда мы в таком контексте рассуждаем о духовности, то вот всем понятна зацепка за материальность, правильно? За материальность. Понятно, что это такое, да? И понятно, что это не лучший вариант развития человека, когда он зацеплен за материальность. Предельный такой негативный вариант, когда человек зацеплен за материальность. Какой? Вообще бессмертный. Что, что? Что, что такое материальное? Нет, не много. Понятно, да. То есть это, во-первых, деньги как цель, и он готов убить за то, чтобы получить много денег, ну, грубо говоря, как крайний случай. И казалось бы, куда хуже. А вот что такое зацепка за духовное, и к чему она может привести? Фанатизм. Фанатизм и убийство целых народов, стран и прочее. То есть в этом смысле. Вот мне даже недавно на конференции был как бы такой пример, когда в начале мастер-класса мы там говорили, ну, тема была такая, кто мы и зачем пришли на землю. То есть тема достаточно экзистенциальная. И вот было несколько человек, которые прям так сразу про тонкие тела все знают. В общем, про духовность все знают. А потом, когда, сейчас же трудно не зацепиться за тему современной социокультурной ситуации, и выяснилось, что это не за Россию. И я поняла потом уже там, вот мы даже потом это обсуждали, во сколько психологи, что там зацепка за духовность и гордыня, как-то. А что в таком? Я никак не осуждаю, и мы по этому обсуждали. Вообще сейчас же мы даже с вами, по-моему, на первой встрече говорили, что с моей точки зрения это между божественным и сатанинским. И ни в коем случае не осуждаем никаких людей. То есть наша задача сейчас каждого – это не увеличивать ненависть, страх, и вот эти все неумения и прочее, а увеличивать любовь. Чем хуже, тем больше любви должно быть в каждом из нас. И тогда ситуация сама разрешится оптимальным образом. Что-что? Не, я... Да, да, да. Вот еще тоже хороший пример. Спасибо за ваши эти примеры. Вот мы, например, сказать что-нибудь негативное – святое дело, что сосед там такой в дисках. И поверят, и поверят. Да, да. А сказать позитивное – как-то лишний раз раздерживаемся. Ну что, я, ой, молодец какой, во дворе все убрал. Но сказать забыли. Так вот я рекомендую сделать советы сюда наоборот. Внешний раз про что-нибудь такое… Ну, с юмором-то можно, но без юмора лучше про плохое не говорить. Пару раз пропустить, на третье уже можно. Хорошо, можно уточнить все-таки вот второе мнение духа, вы сказали, что это и куда-то ушли. Это разумность. Как разумность, да. И дальше начинается горе от ума и зацепка за духовность. Угу. То есть когда мы в этом смысле… Ну, духовно-нравственное здоровье, мы еще будем сегодня говорить о составляющих здоровья, ну, может, для начала. Есть очень много вариантов разных составляющих здоровья. Вот мне нравится выделять четыре. Как думаете, какие? Ну, первое понятно, какое. Физическое. Физическое. Ментальное. Психическое. Ну, вот ментальное, эмоциональное, психическое. Социальное. Социальное. И духовно-нравственное. То есть вот четыре составляющие. Там иногда выделяется интеллектуальное, сексуальное. Там разные есть варианты. Но мне кажется, это самые такие… Социальное. Физическое, психическое, социальное и духовно-нравственное. И мы потом будем рисовать табличку сегодня еще. И начнем потом в конце эти составляющие обсуждать. Но… Вот почему вообще сейчас тема здоровья настолько актуальна? Как думаете? Какие причины актуальности этой темы? Потому что все потеряли его. Да. Во-первых, ситуация достаточно критическая. Со здоровьем. Начиная с детей. Вот я помню, в наше время где-то две трети детей было. Там какой-то цифры есть от восьми до десяти баллов. А сейчас говорят, что где-то двадцать процентов. Рождающие детей. Да, да. Сейчас ее, по-моему, вообще не ставят. Не у нас еще ставят? Ставят еще, да? Ну, не было. Ну, в общем, вот… Ну, в общем, вот… Это логично. Знаете, как говорят, здоровье – не все, по-моему, это Сократ говорил, но все без здоровья – ничто. То есть оно действительно основа, особенно в том контексте, как мы с вами понимаем, в широком контексте, когда и тело, и сознание, и душа. Как интегративная характеристика личности. А вот еще есть в здоровом теле здоровый дух. Знаете? Да. А знаете продолжение? Бывание, да. Да. Встречается редко. На самом деле, это сам, как у Сократа было, встречается редко. И понимаете, это все переворачивает. То есть многим людям, чтобы вспомнили про дух и душу, нужно по телу. Угу. Соболить. Да. Дать проблемы. Или не только даже по телу, и по тем же социальным, и психическим аспектам. Нужно ли прийти к духовности не через болезнь или не через кризис? Можно. Как тема. Это называется, мы делаем как таккатаньем. А в духовности это будет? Смотрите. Дело не в духовности. То есть мы либо уже что-то меняем. Вот две стратегии вообще укрепления здоровья. Две стратегические линии. Первое. Это усиление наших ресурсов. Физических, психических, духовных. Когда мы добровольно понимаем, что нам нужно работать над собой. Заниматься своим телом. Зарядка, йога. Заниматься своим сознанием. Обучением. Медитацией. Медитацией. Усилением наших ресурсов. Усилением наших ресурсов. Завершенствами усиления того позитивного, что у нас есть. И опять-таки ресурсов и физического, и психического, и духовного потенциала в человеке. И тогда нам не нужно болеть. Мы добровольно. И часто здесь есть аскезы разные. Начиная от постов, которые сейчас идут в том числе и рождественские. И помните же, да, что пост это не только то, что в рот, но то, что изо рта. Имеется в виду, что пища, конечно, имеет значение. Но даже же когда-то во времена христианства, почему твои апостолы не постятся. А потому что они там по другому аскету решают. То есть они пытаются всем помогать, всех любить, всех поддерживать, никого не осуждать. И то есть это добровольный путь. А есть путь принудительный. Это можно вот так, это борьба и преодоление уже всех болезней. Тело, сознание и души. Это вторая стратегия? Это вторая стратегия, да. Когда идет борьба и преодоление, устранение всего негативного, что мы уже в себя допустили. И в свое тело, и в свое сознание, и в свою душу. И вот что интересно, что, как думаете, какой из этих двух путей разработан в нашей культуре? Второй. Всем понятно, да? Больниц, аптек, на каждом шагу. Я помню, за границей раньше удивлялась, а сейчас у нас только же. Ну а что, ребенок рождается, ему заводят историю болезни. Да, сейчас уже чуть-чуть поменяли. Не везде, уже сейчас есть история развития. Да, а раньше всем заводили историю болезни. Знаете, ребенок рождается и... Программу. Да, программу уже повесили. И там чуть-чуть у них какие-то были взыскания, если ты родил дома. По крайней мере, была эпопея. Я просто принимала родные подружки, нас там вызывали, мы где-то расписывали, что какого-то числа она при нас родилась, типа не успели довезти до больницы, хотя мы не собирались ехать в больницу. Причем девочка шла ножками. И 40 минут ножки торчали. А нам сказали, если ножки будут раньше, чем пятая точка должна раньше выйти, иначе там могут удушения быть. Мы так спрашиваем, как ты себя чувствуешь? Да вроде все хорошо. А самый был момент критический, когда она родилась, и тишина. Я знаю, что кричать же должны. Не форсия. Но девушка-то непростая была, она, естественно, валиолог была, психолог здоровья. Короче, холодной водой мы облили и ее, и маму, и дочку. И дочка возмутилась и голос подала. Типа, что вы тут творите? Ну, значит, жива, и все в порядке. И где-то мы, а, и нас предупредили. Что-есть, не хотите, чтобы забрали насильную в больницу, неделю не сообщайте. Вот мы через неделю сообщили. Ну, этой девочке уже сейчас 27 лет он скоро. Девочки-порезы. А, кстати, у мамы были третьи роды, сама она врач в первых родах, у нее было, по-моему, там что-то такое кровотечение, во-вторых, там сепсис, а тут дома, и все нормально. Кружить еще и ножками. Так что, на самом деле, это естественный процесс, который почему-то беременных сделали больными. Ну, это отдельная тема, и перинатальная психология мы еще, может быть, на ней более... Кстати, вторые роды я принимала в Соленое-Могилевской, а первые там, в другой девочке мы принимали тоже. Так что я дважды принимала роды. Ну, тогда уже. Нет, очень. А, причем многим я уговаривала родителей, чтобы они... Надя, вообще родители, я думаю, что, с ума нам посходили? Я говорю, да ничего, нормально, они там меня звали на помощь. Чтобы я уговаривала родителей. Но, в принципе, это личка не же такая, серьезная, и к этому нужно готовиться, психологически и всячески. И главное, вот когда мы узнали про ножки, мне все говорят, отговаривай. Я говорю, ну, это ее решение, она сама будет решать. Ну, в общем, решили попробовать. А, собирались разворачивать, там приехали товарищи, которые должны развернуть, но они... Еще было рано, еще было две недели, что-то такое, для официальных родов. И они куда-то ехали на день. Но они это не на день. Так вот, как она, так и оделась? Так и жила немножко, да. Ничего? Живая, здоровая. Не тянули, ничего, на самом деле. Не тянули там, ничего. Просто сама. Не яйца. Не тянули. Не тянули. Не тянули. Не тянули. Пока само было. Ну, где-то... Ну, по-моему, там что-то там дыхание делали, еще там, что-то такое. Там были какие-то приемы, которые мы тогда знали. Ну, у нас там свечки горели, там молитвы читали. Так что все вошлось. Это была моя первая крестница, кстати. Это я мама сказала, хочу, чтобы ты была тресная. Я говорю, я священная. Вот я тогда покрестилась в субботу, а ее мы покрестили в воскресенье. В смысле, порешил восемь человек крестников. Ух ты! Как дочка же, что я не дорожала, поэтому крестниками догоняю. Так. Итак, понятно, что... Вот по поводу первого пути. Больницы, аптеки на каждом шагу. Это по поводу физического здоровья. По поводу психического здоровья. Тоже там есть и психиатрические больницы, и диспансеры различные. Достаточно. По поводу социального здоровья. Тюрьмы, милиция, полиция, что только нет. На пеку. Да. На пеку, много чего. А вот второй путь как раз, он понятно, что в гораздо меньшей степени разработан. И как думаете, какой социальный институт больше всего отвечает за второй путь? За усиление ресурсов. За усиление ресурсов. Нет, первый путь это же борьба. Спортивные какие. Ну, спорт, конечно, тоже как часть. Главное, чтобы заниматься спортом, нужно что иметь? Всего. Да, и определенное мировоззрение. И картину мира. Вера. Я это согласна, но все-таки из светских вариантов. Какое министерство отвечало вообще, должно отвечать? Конечно. Образование. Кто так часть. А вообще образование, формирование образа. Кто я и зачем я? Когда я знаю, кто я и зачем, тогда я понимаю, что мне нужно и спортом заниматься, и отказаться от вредных привычек. Причем мы помним, что вредные привычки, это не только алкоголь, это наркотики, то, что мы привыкли, как массовые. А причина-то, помните, в чем? Уполнение любви, пустоты. Конечно. То есть это и обидчивость, и неумение прощать, и уныние, и раздражительность, и агрессивность. То есть это все, оно является уже, как следствие, появляется различной зависимостью. Поэтому вот как раз психология здоровья, вот по идее, это путь к развитию этого второго направления. Я надеюсь, что каждый здесь присутствующий будет играть свою роль в этом изменении представлений о здоровье и путях его совершенствования. То есть не убирать следствия и симптомы болезни тела, сознания, души. А усиливать ресурсы, чтобы этих симптомов не появлялось. А если уж они появились, то нужно докопаться до причин и их убирать. А ведь у нас что, например, там, не знаю, бронхит. Начинают лечить бронхи. Причину-то не убрали, уходят легкие. Ну и пошло-поехало. И в этом смысле не то, вот прощившие лекарства имеют противопоказания. Особенно сильные. А дело даже не в том, что они чему-то вредят. Хотя это тоже, там, печень или почкам обычно. А они же еще и причину вглубь загоняют. Они же симптомы снимают. А вот помните же, что корнями является древо здоровья? И что менять надо, в первую очередь? Привычки создают, душа, 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 душа. Да, то есть корни – это наша картина мира. И наше представление о том, как стать счастливым и любящим. Так, что еще? По поводу определения здоровья. Мне кажется, что мы даже первое с вами вспоминали на первой встрече. Помните самое популярное определение здоровья какое? Когда ничего не болит. А в ответ на это мы говорим, что не болезнь, не естественное природосообразное состояние. А первое наше определение – здоровье – это естественное природосообразное состояние человека. Нам естественно быть здоровыми. Это первое определение. Потом помните, мы с вами говорили про 3О. И вот отсюда здоровье, следующее определение – здоровье наше. Здоровье – это самоопределение человека в направлении совершенствования и самореализации. Здоровье – это самоопределение человека в направлении совершенствования и самореализации. Что это означает? Что 3О – это осознанность, да? То есть самоопределение. Мы определяемся, что нам нужно совершенствоваться и реализовывать. И осознанность, ответственность и открытость. И вот самоопределение, когда мы сами решаем, что нам нужно совершенствоваться. Осознанность. Про 3О – осознанность первое. Второе – ответственность. Мы отвечаем за свое здоровье, за свою жизнь, за свою судьбу, за все. И открытость. И открытость. Потом 3П пойдет. Да. А где же уже есть и 3П? Собственно, 3П – это ступенечки совершенствования. А мы же в этом определении говорим. Это самоопределение человека в направлении совершенствования. А совершенствование – 3П. Помните 3П? Познание, принятие, преображение. Принятие и преображение. А еще и рассеянность. Что-что? Познание и понимание себя. Познание и понимание – это первая ступенечка. Приятие и прощение – вторая. И преображение. Собственно, ради чего нужны две первые и третья ступенечка. Еще одно определение здоровья. Исходя из, допустим, 3П, здоровье – это условие для преображения. Вот ты здоров, флаг в руки, преображаясь. Познание, прощение, преображение, да? Да. Первое – познание и понимание себя и других. Это, в принципе, была на первой лекции, но мы сейчас можем к этому вернуться. Познание и понимание себя и других – это первая ступенечка совершенствования. И оно связано с себя и других. Вторая ступенечка – принятие и прощение, опять-таки, себя и других. И преображение себя. Человека любящего. Да, и только себя. Вот не можем мы преображать другого, только через собственные изменения. Можем помочь ему в его изменениях. И чем глубже наши изменения, тем шире круг, который вокруг нас меняется. И такой, как бы, исторический пример. Понятно какой, да? Когда поменялась цивилизация. То есть пример Иисуса Христа, который своим приходом… Мы с вами тоже говорили на первой встрече, помните, там, три заповеди любви в христианстве. Повторить? Да. Первое, кого любить? Себя. Себя и Бога. Бога. То есть Бога, мироздание, всех, всегда, любовь, как состояние души, способ отношения к миру получается. Любить Бога превыше всего. Второе, это то, что Христос дал две заповеди в начале. Это ближнего, как самого себя. То есть здесь два в одном. И не умеешь любить себя, не полюбишь ближнего. И наоборот. И третья заповедь, которая не была 2000 лет назад с небольшим. Если эти две заповеди в том или ином виде были и в Ветхом Завете, и в буддизме, и в индуизме, то третья не была никогда и нигде. Помните, кого любить? Врагов. 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 Врагов было. А вот врагов не было. Это вот появилось как раз только без небольших тысячи лет назад. И тогда наш девиз, помните какой? Любить всегда, любить везде – это принцип жизни на земле. И вот тут есть присутствующий с предыдущего потока. Мы в конце, на завершающем мероприятии, это дружно в хором спели. У нас даже где-то люди любят в интернете. Людей всегда, любить везде – вот принцип жизни на земле. Ну а кто еще есть, кроме мироздания, нас, близких наших и врагов? Человек либо нам друг, либо враг. Учитель. Близкие тоже бывают. Надо другом, иногда врагом. И в этом смысле даже в Библии сказано, что главный враги человека – домашний его. Знаете? Это про что? Как думаете? Они лучше всех нас знают и могут делать больно. Они больше всех нам, во-первых, боли могут достать. Но это еще проблема привязанности. Там речь идет о привязанности. То есть если мы не умеем любить, то мы к близким привязываемся. И это вредно и нам, и близким. И это принципиально отличается от любви. И вот тут еще один такой момент важный. То есть если мы забываем про первую заповедь, то есть про единство всех людей, существующих, в частности, на планете Земля. Сейчас не будем там другим цивилизацией брать. То тогда мы не можем любить ни себя, ни других. Мы привязываемся. Привязанность идет. А вот если мы любим, то мы можем прощать внутри, иди сюда, власть, божья благодать, а снаружи мы поступаем по ситуации. То есть если человек редиска, то можно ему про это сказать. Но ненавидеть его нельзя. Ненавидеть его нельзя. То есть мы так или иначе, да. Про милосердие мы сейчас говорим. Про милосердие, про умение жертвовать даже, жертвенность тоже здесь близко, про искренность. Но без вторичных вызов получается. Итак, мы на каком определении у нас здоровье остановились? У здоровья для преображения. А, для преображения, да. А тогда болезнь что в этой парадигме, как думаете? То же самое. Не то же самое. Это пинок и толчок преображения. Если там ты... Слизист получается, да? Да. То есть там ты тихонечко преображаешься. Пользуешься случаем, что ты здоров, и можешь преображаться. То есть еще больше совершается тело, сознание, душу. А уж если ты заболел, то ты не про... А должен бегом в этом направлении двигаться. Естественная мотивация. Да. Пинок. Толчок. Ну и, наконец, самое такое определение. Умение здоровья, широкое здоровье, это умение жить, любить и творить в гармонии с собой и миром. Вот что такое здоровье. Здоровье, это умение жить, любить и творить в гармонии с собой и миром. И вот... Ведь мы говорим сейчас о здоровье кого? Человека. Правильно? И тогда еще надо вспомнить, что же такое человек. И тогда мы поймем, что вот это наше широкое представление, оно оптимально для этого случая. То есть человек, ну, одно из вещей, чего устремленная вечность, там, вечная душа, мы помним, что мы троичны, да, по природе. Тело, сознание и душа. И в таком представлении здоровье, опять-таки, тело, сознание и души подразумевается. И вот мы с вами тоже, по-моему, на первой лекции вспоминали, 7 тонких тел. То есть оно здоровье всех этих тонких тел. Начиная от физического и заканчивая от маническим связанным с мирозданием. Мы не будем сейчас далеко уходить в эзотерические. То есть, фактически, как бы, модель человека – это модель мироздания тоже где-то так, если совсем глубоко. И вот системообразующим фактором любой системы является цель, да. И мы с вами говорили, нет, тут есть такая фраза, мы то, что мы едим, да, все, наверное, знаем. А еще более правильная фраза, мы то, к чему мы стремимся. Вот если там только про физическое тело, в основном, про еду, хотя и остальные тоже, конечно, затрагиваются едой. А гораздо более глубокое и точное определение – это мы то, к чему мы стремимся. И человека сильным делает цель. И очень важно, какие у нас цели. И в этом смысле на разных уровнях, если представлять человека в виде системы, будут разные цели. Например, на уровне телесности. Какие главные цели? Выживание, да, совершенно справедливо. И еще вторая цель – репродукция, да, или размножение. На психическом уровне главная цель – это вот совершенствование своей личности. Осознание себя как личности, отдельной, неповторимой и совершенствованной. Повышение опять-таки осознанности, ответственности, вот это все. На социальном уровне, следующий уровень социальный. Это реализация себя в обществе. То есть такая полноценная жизнь в обществе. Это и профессия, это и общественная деятельность. Ну и на уровне сверхсознания как бы уже своего души – это такая постоянная трансформация, увеличивая любовь в душе, альтруизм, жертвенность. Это, ну, уже на уровне души, высший уровень, сверхсознание, условно. Духовное, можно сказать? Можно, но вот если помнить, что духовное – это не осознанное, а вот то высшее. Можно духовно-нравственное. Чемпи души. Вот нравственность, она как раз определяется высшими законами. На уровне души. Да, на уровне души. То есть развитие актруизма, милосердия, жертвенности. Состоятся как творцы. Вот еще творчество очень важно здесь тоже. Состоятся как творцы. Да. Творец своего здоровья, своей семьи, общества, в котором ты находишься. На последнем году? Да. Ну и, соответственно, вот у нас, получается, и разделы в науке психология здоровья. Физическая, психическая, социальная. Там почти совпадает. Духовно-нравственные. И, Сереж, может, повесишь пока? А, он висит уже. Мы сейчас нарисуем четыре составляющие здоровья. И будем потихоньку их рассматривать. Какой тут лучше, знаешь, рисует? Извини, Машер. Значит, у нас есть четыре составляющих здоровья. Вот здесь вот составляющие здоровья. Физическая, физическая, социальная и духовно-нравственная. Физическая, психическое здоровье, социальная и духовно-нравственная. И здесь у нас будет три. Вы можете это пронумеровать как матрицу и писать отдельно. Можно вписывать сюда. Так. И дальше здесь факторы. Сейчас. Вначале. Показатели здоровья. Данные составляющие здоровья. Показатели здоровья. Здесь методы их изменения. А здесь факторы, влияющие на данную составляющую здоровья. Второй метод изменения. А третий? А третий фактор. Влияющий на данную составляющую здоровья. Знаете, можно так вот. Один, один. Это. Писать, да. Это у нас будет один. Первая строка, второй столбится. Один, три. Один, четыре. Здесь, соответственно, два, один, два, два. И пошло и там. А можете, пожалуйста, повторить левую колонку? Левую. Показатели здоровья. Метод измерения. И третий фактор, влияющий на данную составляющую здоровья. Прежде чем переходить уже к расписыванию этой таблички, мы можем поговорить о четырех типах факторов, которые влияют на здоровье. Первое. Это внешние и природные факторы. Мы пока табличку будем чуть позже заполнять, а пока под табличкой можете писать четыре группы, да, факторов, влияющих на здоровье. Первое. Внешние и природные факторы. Что сюда входит? Да, экология. Экология. Раз. Условия жизни. Да, условия жизни, совершенно справедливо. Сюда входит и урбанизация. Мы все живем в больших городах. Ну, многие. Сюда входит оторванность от природы, гиподинамия. На транспорте ездим. Это внешнеприродные факторы. Следующее направление факторов – это внутренние природные факторы. Что сюда? Ну, генетически может что-то. Генетика, пол, возраст. Наследственность. Да, ну, генетика и наследственность, да, имеется в виду. И, например, та же раса, национальность, они тоже внутренние природные факторы. Там тоже есть свои особенности. Дальше идут внешние социально-психологические факторы. Внешние социально-психологические факторы. То есть это вот те ситуации, в которых мы живем. Эти все стрессы наши. На границе с Украиной. Да. Мы на границе с Украиной. И вообще, что там, что началось здесь с нас? Сейчас там бедный Белгород страдает. Ихея. Как-то от нас отдалилась это все. А вообще мы были самые близкие. Я помню до этого, когда по телегидуру слышала, как кто-то из заместителей Зеленского сказал, что у них есть две главные точки. Ростов и Крым. Нет, Крым и Крым, когда была, и Ростов. То есть мы были одни из первых. Это... Басы было? Да, было, было. Ну, мы были в ближайшем. То есть у нас же северо-кавказский военный округ. То есть понятно, почему Ростов. Да, ну, ничего там. Но кто-то шутил, что у нас тут же где-то, этот, как его, Янукович. Да. На дереву стоял. Ну, я не знаю. Что, правда? Милиция, да. Это правда был спрятан. Да, он правда жив. Да, это правда. Ну, что-то это не причина, конечно, чтобы Ростов уж так... Ох, как шутка. Так, и... Украина, один из этих факторов. Ну, стрессовая ситуация, ситуация военной операции. Ну, куда уже, кушать. Вот я уже давно, сразу послевоенный ребенок, и всю жизнь помню, главное, чтобы не было войны. Да, да, да. И кто-то подумал, что доживем до этого времени. Поэтому понятно, что это сейчас самый какой-то... Многие из агромистов друзья говорят, ты что, Ростов, у вас же там вообще война идет. И у нас, к слову, война пока не идет. Но рядом. Ну, и, наконец, внутренние, социально-психологические факторы. Вот эти мы как раз и будем сюда вписывать в основном. Потому что на те мы можем как-то повлиять. Мы можем с ней теколой, уехать перебина. То есть какие-то воздействия на те, те, тоже есть. Но главные воздействия, это именно на внутренние социально-психологические факторы. Это что? Это наши чувства, наши мысли, наши представления, в том числе о себе и о мире. Это наша картина мира. Да, наша картина мира. Наши ценности, идеалы, смыслы. Это все здесь. Это четвертый тип факторов. То есть были внутренние и внешние, природные, внутренние и внешние, социально-психологические. То есть есть природные факторы, они есть и внешние, и внутренние. И есть социально-психологические факторы, тоже внешние и внутренние. понятно что нас будут больше всего интересовать сейчас есть то на что мы можем повлиять это вот четвертый и вот здесь он будет по этим всем составляющим по четвертому типу в основном и так начинаем с физического здоровья то есть один один то как проявляется физическое здоровье по таким показателям можно сказать человек здоров самое простое помните отсутствие болезни и болевых ощущений бывает болезни ощущения есть да это вот первое 11 отсутствие болезней болевых ощущений следующая это то что называется иммунитетом то есть устойчивость болезнет водным фактором здесь да то есть уровень иммунитета по сути да кто-то там форточка открыто все он уже заболел температура упала там за день на 15 градусов тоже заболел у меня свекор помидоры греет это как микроволновки даже может еще быть так что убеждение тоже продуктовой что-то ну право вот сквозняки такой вообще такой феномен как сквозняки только узких в европе вообще такого даже слова нет они не понимают что такое сквозняк это вы такие убедительные что для себя но мы просто верим в это и типа вот сейчас посижу на сквозняке и заболею и заболею но если я в это верю но у них не нету просто такого понятия что еще какие показатели внешний вид кстати состояние волос ногтей там кожи это тоже показатели здоровье да да дальше физическая форма гибкость например это все один-один это все один-один тоже ожирение выносить лишнего веса вообще все показатели тоже хорошая физическая форма это и гибкость суставов позвоночника мы молоды пока гибнет наш позвоночник это мостик шпагат ладно это такие тесты а еще там не знаете вот руки назад вот это вот цепляет то есть масса таких тестов которые тоже показывает кстати вот интересно что я занималась делаешь то же самое а сейчас уже понимаешь когда 10 лет ничего не делаешь надо что-то делать это тоже очень важно так называемая физическая подготовка в школе там не знаю как сейчас мы раньше ну и вот тоже еще такой параметр адаптивные возможности к изменению той же температуры сквозняки и например кто-то войдут как жара все я умираю а кому-то когда холод он не может а кто-то ему все равно холодно жарко оделся чуть там полегче там потеплее все нормально методы измерения это было один один а теперь два один это смотря что у нас у нас вторая строчка у нас строчка впереди получилась итак ну первыми то знаете какой самонаблюдение развитие внутреннего наблюдателя вот есть люди которые по 5 раз в день мерять температуру давления есть которые понимают что давление надо сейчас поднялось и можно проверить обычно так и будет цифры неважно понятно то же самое и про температуру следующем вы чтобы показать очень важный все-таки сердечно-сосудистых это какой пульс еще сюда же конечно дыхание в минуту масса аккумуляция это что такое я не хожу соседка месяц назад спросила и не знаю я только принятительно а последнее время чувство короче не трогали а сейчас раз три года гусь заставляет то же самое это единственное это это же результатом не знаю рассказывая тут ничего не говорят где-то там это не жизнь но помнишь один не сказал там что вас нужно студентам показывать ну вообще было кстати за понижен когда я в горы ходила была пониженная и тоже интересно наши врачи главные нашем здоровье не мы и вот у меня давление как обычно пониженная но там приходишь врачу волнуешься турчу не так у меня как раз нормально становится а парень у которого в общем-то нормально волновался повышенная короче его не пускает меня пускает потом и как повариваешь бы он пошел с этим город это в альпинизме нас там проверяли признать он несет и мой рюкзак и свой рюкзак я здоровая при этом настолько все жидко и нестандартно бывает еще контрольная волевая пауза мы сейчас поверим с вами что такое самонаблюдение это когда я просто попробую понимать температура чуть поднялась и прочее а здесь нет здесь померить надо это не самонаблюдение да это уже дальше это волевая контрольная пауза мы сейчас померим это так что еще ну и показатели здесь же можно да мы сейчас про эти еще про методы да и ну тура и тренированности уровень в опять же это все уфп в общем мере кинг здоровья у кого-нибудь есть секундомер что нам будет серёжка будешь нам отметку как это давай 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 я уже включила так как а что мерить смотрите значит сейчас ищут вы не верить чтобы не затягивали время достаточно нам будет полминуты умножим на два поэтому давай нам сейчас 1 20 и начали и через 10 секунд говоришь закончили смотрите ребята значит мы берем пульс у кого тут плохо значит вот тут обычно все нашли пульс давайте поймаем народ тихо пульс слушаем сейчас полина нам даст отсчет все нашли за полминуты потом на два умножим 1 2 3 ну но ну 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 так отлично теперь следующий замер что пока записали а потом формулу напишем следующее количество дыханий за минуту кладем руки либо на дым либо на живот дышим не медленнее не быстрее как дышится как обычно не ускоряем не заметя сейчас полина засечет тоже за полминуты сколько дыхание вдох выдох это раз понятно да вдох выдох раз может минуту давай минуту точнее было 1 2 3 а 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 выдыхаем а я просто считаю команду вы выдыхаете все и начинаем считать я вы записываете первую цифру первая цифра это так называемая контрольная пауза если бы не было установки не дышать как можно дольше вы бы в этот момент потом я считаю вы такая хочу вдохнуть не вдыхаю и держу сколько могу записали и когда уже начали дышать вторую цифру записали ну где-то после 40 секунды я буду спрашивать кто-то еще не дышит если не дышит будем считать что-то не дышит все-таки дышит все-таки дышит все-таки дышит я еще умею делать пассажир это называется измирение контрольной волевой паузы это последний вот этот сейчас а вообще весь тест будет гидрик здоровья вы форму нарисуем потом эти все цифры которые у нас будут мы потом соединим в одну форму давайте 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 обойдут выдыхаю раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Все пишут? 58, 60, 60. Так, теперь мы, значит, это, в начале смотрите, кстати, по поводу, ну, с пульсом понятно, всем почти все понятно про пульс. Понятно? Кстати, с каким пульсом называйте? 72. Так, и с чем пульс? 66. 66, 54, 52, это за минуту. Меньше 52 или больше 72? Есть у кого-то? Сколько? 50. Ну, это промежутки от меньше 52 или больше 72? 92. 56. 82. Так, 82. 92, да? А вы тут бегали? Это ваш пульс такой? Что вы там делаете? Что там делаете? Ну, понятно, да? Какой пульс норма? Ну, очень условная. Здесь все очень индивидуально, но тем не менее есть норма. 28. Ну, это 60-70, это должно. Хотя, если... О, это много. Ну, 92, это, конечно, что-то другое. Какие курдилы. Да, и тут, что-то делала. Так, следующий параметр. Помните, какой был? Дыхание. Дыхание. Называйте цифры. Девять. Девять. Одиннадцать. Двадцать четыре. Двадцать шесть. Да ладно, сорок. Так. 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 Нажать не надо, да так? Так. Нажать не надо, да так? А?! Меньше 9 или больше 23? 26. 26. 8. То есть минимально 8, максимум 26. Меньше 18. Нету, да? Нету. Как думаете, что ближе к здоровью? 8 или 26? 26. 8. 8. Так, мнение разделили. Это среднее. 10. 15. 15. 20. 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 21. 21. 21. 22. 22. 21. 25. 23. 24. 20. если я уже была там, по-моему, дважды мастер спорта, у меня было 16. Мне сказали, безобразие. Я так удивилась, как это, я спортсменка там вообще. Короче, через 3 месяца занятий йогой у меня упало до 3. И сейчас я померила 4. И редко, ну, если я в спокойном состоянии, мне физическая нагрузка или эмоциональный стресс какой-то, то больше 5 точно не поднимается с тех пор, это уже прошло в минуту. Это в минуту? Это в минуту, да. В домах и в домах. Да, да. Ну, потому что в многих годах тренировок не помогли, как ни странно. А вот тренировка, буквально занятие там где-то, ну, год позанималась. Я просто упала, и потом до сих пор детства. Исподи-то какие-то ресурсы вот открываются. И вот вот мы с ним йога, конечно, мощная такая штука, настоящая йога. Поэтому, без фадики, но вообще-то, да, как тренировать? Вот мы сейчас, да, задержки. То есть самое простое, это вот последнее упражнение, которое мы делали. И здесь же мы дышали так, как обычно. Рекомендуется где-нибудь 5 минут в день. Утром, вечером. Или 2 минуты утром, 3 вечера. Постарайтесь дышать медленнее. Насколько можете. И вот увидите, что через месяц начнёт сильно меняться. И это показатель очень глубины каких-то оздоровительных процессов в том числе. Даже вот на уровне дыхания. То есть хотя бы 5 минут, а лучше 5 утром и 5 вечера. Задерживать, ну, стараться дышать меньше. А в основном время как обычно. И тогда постепенно меньше. Теперь, последнее наше концернение. Говорите первую и вторую цифру. 9 и 20. 9 и 20. 6, 34. 6, 34. 12, 37. 12, 37. 13, 20. 13, 20. Это что? Это 60. 18, 50. 5, 27. И 20, 60. 18, 50. Это 20, 60. Ну, примерно, это 2 спектра. Меньше 5, наверное, ни у кого нету, да? Да. И больше 50 тоже. Да. А, 20, 60. Сколько? 20, 60. 21, 60. 20, 60 и 21, 60. Круто. Значит, соотношение двух цифр обсудим. Вот первая цифра, она физиология. И чем она больше, тем лучше. В принципе, уже 20, это уже нормально. Такое хорошее, высокие показатели. Но опять-таки тоже, вот, дыхательные параметры очень тренируемы. В отличие от многих других, они намного легче тренируются. Вот буквально, позанимайтесь месяц сами, просто. Вот это же упражнение на задержке, старайтесь задерживать там, и немножко потянется и в нижнее. Теперь вот это вторая цифра. Если это чистая физиология дыхательной системы, вот у кого там 20 и больше, ковид не вряд ли достать, грубо говоря. Вторая цифра, это не столько даже физиологический показатель дыхательной системы, сколько психологический, это волевой показатель. И условно считается, что 13-20, ну, 18-50 это сверхволя. Вот где-то 1-2. А вот такие, если 18-50, то получается где-то в 3 раза, даже больше, да? Ну, вот здесь тоже 3 раза. Вот это вот высокие волевые показатели. То есть, выше 2-х, это уже высокие волевые показатели. Вы еще дома приверьте, потому что здесь могут быть ошибки измерения еще. А вы дома проверите это? И вот один друг, например, 13-20, это еще один друг, более мильчик. 18-50 это уже такая, воля в период. Например, 6-34. Называется с физиологией не важно, а с волей супер. И если это правильные цифры, то такой человек может голодать неделями, ну, то есть проявлять всякие аскетические такие свойства. У кого такая сильная воля. Ну, а в целом, чем выше все эти показатели, тем лучше. То есть это и физиология отдыхательной системы хорошая, и волейные параметры. И импек-здоровье. Вы не знаете, где-то написано. Места, кажется, что отсюда нету. Так, вот здесь, Галя, ну, смотрите, импек-здоровье, и здоровье. Здоровье. Вот здесь пульс за минуту, то есть умноженный на 2, что мы мерили, умножить на количество дыханий. То есть пульс умножить на количество дыханий. И в знаменателе вторая цифра, волевая пауза. Первая нас здесь не интересует. Это просто должна была для соотношения физиологии и волевых параметров. Первая контрольная пауза называется, а волевая пауза второе число. Вот это вот. Нам нужна вторая? Да, вам нужна вторая. Волевая. Пульс умножаем на количество дыхания и делим на волевую, правильно? Да, да. За минуту, и, конечно, дыхание за минуту, а это волевая пауза. На выдохе. Да, да, да. Да, да. 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 А 9 получается на 0,025. А если на 20 человек? Или на 20 человек? 9 на вторую цифру. Нет. Нет. Ну вторая цифра это в секунду или в количестве от минуты. 0,021. Нет, нет, нет. Секунду. 20. А ты не будешь? Нет. Ну не. Посчитали. 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 23. 16. 27. 30. 30. Так, минимальное я слышу. 7. 33. Максимальное. 10,8. Сколько? 10,8. А, 11. А, 11. А, 11. Вот здесь промежутки. Меньше 7 и больше 35. 87. Меньше 10. Это 5 плюсов. Что это очень условно? Понятно. Все условные. И здесь важно не столько абсолютные показатели, сколько ваша динамика. Вот рекомендую в ближайшие выходные. Опять измерить. Поверить. Да, себе дома спокойно это все. Еще. Еще раз. Тотации. Меньше 10. Это 5. Меньше 10. Меньше 5. Это 5 плюсов. Где-то, ну, это очень условно. 10, 30. Это, будем считать, пятеркой, да. 30, 50, допустим, там 60, четверка. А дальше уже тройка. 29. Бывает и 100. Вот больше 100, это уже двойка. Это срочно нужно заняться здоровьем. Просто знаменатель надо увеличивать. Надо контролировать борьбу балкона. Да. И уменьшать пульс и количество декабря. А, конечно. Я забыла, я фамилию Академик, даже в крайней жизни он там работал. Какие-то вопросы по предыдущей части есть, если нет, тогда перерыв на 10 минут. Тренированность, это понятно. Теперь факторы. Как думаете, что больше всего влияет на физическую составляющую здоровья? Образ жизни. Образ жизни. Экология. Это все справедливо. Но. Образ жизни, это же у нас внешний… Внутренний фактор. Да. Это влияет, прежде всего, на самом деле. Что именно из образа жизни? Мысли, наверное. Придоросленность. Мысли и стрессы. Придоросленность. Придоросленность. Как вы говорили. Ну, понятно, что на порядок выше мы то, к чему мы стремимся, но, тем не менее, мы то, что мы едим. Поэтому пища очень сильно влияет на наше физическое здоровье. Вода, сон, да? Не знаю. Да. Ну, подожди, сейчас еще с пищей разберемся. Ну, вода тоже как бы сюда. Но с водой же сейчас, по-моему, все все знают, что нужно пить, желательно теплую, минимум 2 литра в день. Ну, у меня вот никак не получается. Смотрите, пить можно много чего, но речь идет о воде. И она отличается в чай, кофе, даже травяные чаи, это все другое. Речь идет чисто вода. Другое дело, что какая у нас вода сейчас, где найдешь настоящую воду, природную? Без родника. Да, да. У меня есть водка. Ну, кстати, я знаю, что у меня есть знакомые, которые все время пьют воду где-то в этом... Петровке. Батареи в Санцовке. Петровке, Санцовке, куда бы купаться хорошо и пить хорошо. Все давно я там не была уже. Ну, ближе есть, говорят, очень тоже хорошие источники, там они по каким-то своим параметрамериям, где там ботаническом саду. Ну, с водой как бы понятно еще. Я по себе знаю, у меня был эксперимент не очень удачный. У меня была скеза, что не пить воды. Мария Егинская не пила воды. И я несколько... Ну, то есть я ела, понятно, супы, то есть какая-то жидкость была там, и чай, наверное, был в те времена я еще его пила. Сейчас я только вот такие чай, как сегодня у меня тут угощали, такие я еще пью. Травяные всякие особенные. А обычно чай не пью уже давно, и кофе тоже. Понятно, почему, да, кофе и чай, они тонизаторы. Они тонизаторы, они дают энергию. И организм говорит, а у него энергию оттуда, со стороны, что ему свою давать. То есть в этом смысле, вот когда мы привыкаем, что нам только вот с кофе, без кофе я не могу, это уже не очень хорошо. Это значит, что... Заблокировал, да? Да. Заблокировал. Там вот такое... Это вот про питьевой режим. Ну и то, что воду, вот я на себе почувствовала, я уменьшилась на 8 сантиметров. С юности. Да. На сколько? На 8. Но это вообще норма, когда там за 70 на 5, ну, слишком много. И потому что я не пила, я вот тогда еще уменьшилась, лет 20 назад. Потом я начала пить, и 2 сантиметра или 3 вернула, но остальные нет. То есть, так у меня расстояние между позвонками уменьшилось в позвоночнике. А? А сколько там не пили? А? Ну, где-то пару лет воды вообще не пила. Оооооо! Вообще я пила, когда сидела была? Да. Вновь. Это давно ещё делала. Вновь. Мы давно делала. Нет. Это так давно ... И самое интересное, что я отучила себя, я потом долго приучала. Я вообще вот забываю про работу. То есть у меня нет потребностей питьевой. Это называется, знаете, как это было про лошадь, только научилась не есть и отошла в мир иной. я уже поняла, что это ни к чему, но Мария Египетская, кстати, знаете, она же действительно очень сухла и уменьшилась в росте. А оживающая? Нет, 2000 лет назад это все было, и сколько там оживалось. Если пила, была бы оживала. Да. А вот пила была? Да. Никогда не просит пила. Это к тому, что, да, боли от ума тоже бывают. Часно. Да. Собрать те крайности, которые вы говорили в начале. Да, да. Так вот, по поводу воды, это один момент. А вот пища, то есть здесь тоже много есть составляющих, еще и режима питания. Ну, первое, это режим питания. Самое простое, что все мы знаем. Знаете, какие притчи есть на эту тему? Завтрак съешь сам? Да. Обед с другом. Обед с другом. Обед с другом. А уж надо и на другом. Одна. Есть и другая, что завтрак нужно заработать. Слышали такое? Ага. Вот я тут держась второй версии. У меня же лично что-нибудь специфическое. То есть я давно уже, до 12, я не ем. То есть воду могу пить, ну, максимум могу там фрукту какую-нибудь съесть. До скольких кушать? Вот это самый болевой момент. Вот я тут целый день не ел, и думаю, вот все, вот через полчаса ложусь спать, ничего не ем. Душу что-то уже жмем. Сама не заметила. Все как помада. Все как помада. Поэтому, вот это вот очередная болевая точка, ну, казалось бы, ну, уже целый день не ешь, но сделай день голодания. Ну, идеально же. Ну, редко получается, но редко. Чаще что-нибудь вечером поедешь. А еще, если с кем-нибудь придешь, ну, как же ж, надо ж. Можно и венца еще паться. Вот венца с 90-го года ни разу. Да. Тоже был один из обетов. Чем-нибудь 20-го не будем пить? Я буду пить сок или воду. Знаете, когда водку пьют, вода хорошо заменяет. Когда вену, сок по цвету подбираешь. Ну, сейчас уже вновь и знаю, а раньше так и незаметно. Вот это мне удалось. А вот мне есть по ночам, до сих пор не удалось. Конечно, есть. Сухая, естественно. Есть, естественно. То есть вода, это, понимаете, вода то, без чего человек долго не может. Без еды может. На самом деле не 40 дней, а и год можно прожить без еды. Но без воды нельзя. И были прецеденты, когда там люди, ну, в основном это там монахи, святые, которые практически не ели. Гадали. Крупины тоже. Ну, воду-крупины, да. То есть без воды гораздо меньше. Ну, это, опять же, это всё гордыня. Что? Ну, да, правильно, да. В принципе, вот как раз до 12 почему ещё не ем, потому что до 12 идёт тонкая энергия. И когда мы едим что-то, мы, как бы, её уже немножко ослабляем. В ответности. Поэтому до 12, ну, опять же, без фанатизма. Вот если кому-то интересно попробовать, можете попробовать. Понравится? Можете так делать. Не понравится, совсем не обязательно. Ну, вот, я уже всё давно отучила. Вот утром я... Вообще-то я до пяти. До захода солнца. У меня вообще своеобразно. На самом деле, я даже принудитель. До захода солнца могу не есть. Кто-то мне шутил, что я в прошлой жизни была мусульманкой, что-то. Вот. Потому что... Но они до захода солнца ничего не едят. Ну, это же... Ну, они... Рамадан. Рамадан. Косль, тогда. Косль. И вот... Ну, я просто так... Вот вижу, что вечером... Мне почему-то... То ли это привычка уже. То ли это всё-таки... Не знаю что. Ну, в общем, короче, вот с вечером у меня проблемы. Я сейчас собираюсь перестать ещё вечером, но пока с трудом. Так вот, про питание. Это режим. Это вот только режим. Это один из моментов питания. Дальше вот у нас любят... Чего считать? Каллории. Каллории. Каллории для вечера. Три-одинокология, да? А? Три-одинокология? Каллории. 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 Следующий фактор – каллории. Вот лично мне кажется, что это не совсем важный фактор. Каллория – неважный фактор? Каллории. Каллории. Ну, чтобы не каллорийферная печка и не так всё однозначно. А белки и жиры у биодов? Это важный, более важный фактор. Это тоже, там, понятно, на что меняет. Но тоже не самое главное. А знаете, что мы совсем не учитываем, как правило, а он очень важный. Что эмоции, с которыми пища готовилась и потребляется. Вот это очень важный фактор. То есть, если мы злые, спешим очень сильно, расстроены, можно и поголодать. Потому что то, что вы будете есть, оно уже будет носить какую-то негативную энергию. И очень важно, когда пища приготовленная, вообще, чем меньше пища приготовлена, тем она полезнее. В этом смысле, ну, вот на голодание я точно направо не перейду, а вот на сыроедение я бы перешла. Но пока ещё так. Почти бывает, но не совсем. В этом плане, чем меньше мы её обрабатываем, если она такая, выращенная, без этих, там, дитратов и прочее, то тем она полезнее. Есть такой известный, описанный в литературе, пример. Что такое энергия? Вот кто-нибудь ел в монастырях? Да. Какая там вкусная еда? Все же, дети, вот простейшая. Ну, они там вот булочки и пиражочки пьют. Да, но они ещё пьют с молитвами, с энергией. И, да, описанный случай в Америке. Одна женщина была прекрасным поваром. Все же знают, что есть рестораны, где очень вкусно. Как правило, это энергетика повара. И вот была такая в Америке женщина, которая там откладывали свадьбы, там, именины, чтобы вот именно она готовила. И какой-то раз она поругалась сильно с мужем. А там уже кто-то переносил своё там мероприятие, чтобы именно она приготовила. Она говорит, извините, вот так случилось, не могу. Они начали там её уговаривать двойную тройную оплату. Короче, она согласилась. Как думаете, чем дело кончилось? Утранился отсюда. Там даже был летальный исход у парочки. То есть у неё очень мощная энергетика была, и такая светлая. И она понимала интуитивно, что ей нельзя сейчас готовить. Но её уговорили, там несколько, там много было травм. Ну, американцы же не дотошные. Они проверили все продукты. То есть нигде ничего нет. И вот тогда они докопались, что вот только вот как-то то, что именно вот она была не в том состоянии. Ольга Семёновна, можно поделюсь? Я когда злая, у меня стабильно обгорают сырники до угрей. Да, да. А мне вопрос. А вы зелёные коктейли пробовали? Зелёные коктейли, да. Да, классно салонная. Нет, зелёные коктейли я доела каждый день. Я думала вам альтернатива строить зелёные коктейли. Мы всё утром сделали, но всё салон. Ну это ж в рейс. Мне по идее, мне на коктейли не хватает. Когда пища, без водителя. Знаешь, какой момент важный? Вот зелень, особенно когда мы её не сами выросли. У меня недавно был такой интересный случай. Одна моя ученица, она стала встречаться с молодым человеком. Всё хорошо, всё замечательно, начали жить вместе. И вы знаете, на почве чего начался скандал? Она привыкла, что зелень тоже, и овощи многие, они, по-моему, марганцы моют. Но я знаю, вот у меня тоже несколько есть знакомых, которые горчицу. Нельзя зелень, вот на рынке покупаешь, там ничего только нету. Нужно, чтобы она минут пять понежала хотя бы в воде просто. А лучше туда либо горчицу, либо что-то вот такое дезинфицирующее. Да. Иначе там всё что угодно можно подхватить. Вы понимаете, что это то, что ты веришь. Это да. Давайте теперь в микроволновке перейти. Смотрите. Я ж отлично призываю. Ну вот в этой семье что случилось? То есть у неё в семье вот привыкли так. А он вообще ничего не мыл. И они, знаете, вот это к вопросу мы где-то, по-моему, с вами вспоминали, что когда встречается там мало того, что с Марсом и Венером, а ещё и разные привычки. Вот она не может есть то, что не полежала там в воде, не знаю, не помню, там горчица или марганец, или что-то они там туда клали. Я сейчас не помню детали. А ему кажется, что вообще мыть совсем не обязательно. Видите, там грязь не болеет. И болеет. Да, она не свету не болеет. Ну, бывает всякое, тут можно какой-то раз и нарываться, но тем не менее. Так я... К чему это? Потому как-то отвлеклись. Про зелесть эмоций. Про пищу эмоций. Да, по поводу того, что... Вообще у нас идея института, он виртуально у нас есть. Вот у нас уже 23 года программа психология здоровья. То есть там перинатальная психология, психология, психокоррекция здоровья и много чего. То есть он виртуально в виде есть, а вот я ещё мечтаю, что будет у нас там своя столовая, своё помещение, и там вот будут зелёные коктейли. Тогда я точно поведу на зелёные коктейли. Вот. Ну, глядишь, ещё не вечер. Я буду давление вырубать. И так, кроме калорий, кроме состава, белки, жиры, углеводы, это всё тоже очень важно. Мечата и прочее. Ещё очень важно вот энергетика. Которая готовится пища и которой вы её едите. Что ещё про питание? Хороший вопрос. Есть разные версии. От там, частого питания 5-6 раз в день. Ну, вообще, если вы здоровы, когда больные, я в этом не разбираюсь, там где-то кому-то там нужно, если у них желудок там болеет, то нужно набрать 3 часа. Ну, вообще говоря, мне нравится вариант 16-часовое. 16 на 8. Да. 16 на 8. В идеале, да. То есть организм должен не всё время переваривать пищу. Он должен чуть-чуть отдыхать. Ну, опять же, это субъективно. Вот мне кажется, что если вы здоровы, то 3 раза это потолок. Вполне можно и два, и один серьёзный. И опять-таки, вот вторая половина дня лучше в идеале не есть. Есть такого. Знаете, что во второй половине дня самое безвредное? Варёные овощи. Вот я приспособилась, вот когда я понимаю, что я вечером пекать не могу, это устоять, покупаю капусту цветную. Знаете, вот цветная брокколи, цветную. И на 3 минуты кидаешь воду, пришёл, кинул. За 3 минуты готова и то, что можно есть. И она как бы сильно омеган не принесёт. Как вариант. Ночного обдения. Да. А кисломолочная. Ну вот как-то с кисломолочной вообще возрастом не сильно хорошо. И как-то вот я к нему не очень приучена. Поэтому, ну в принципе, я думаю, что оно на втором месте после вот варёных овощей. Да, я тоже слышала, что это то, что не так вредно. Вечером, когда, ну мясо уж точно считается. Мясо, белки лучше вечером не есть. Но самое такое ещё, знаете, что? Совместимые и несовместимые продукты. Слышали? Да. Ну вот есть шелдон там, многое там, таблички. Но самое несовместимое, как думаете, что с шелдом? Мясо с углеводами. Мясо с углеводами. Это ещё полбеки. Да. Но самое несовместимое, это мясо с молотом. Не ешь телёнка в молоте матери его. Ого. С сыром и с колбасой. С той же оперы. А знаете почему? Почему? Вот смотрите. Сейчас идём дальше. Заканчиваем питание. Мы можем сейчас идти по специальной практике. Ну ладно, уже не будем. А, я же телефон на зарядку поставила. Я, кстати, телевизор не знаю. Поэтому где-то двадцать, сколько сейчас? Двадцать пятьдесят. Ну где-нибудь минут там двадцать скажите, чтобы у нас зарешать. Хорошо. Итак, смотрите. Почему вы сказали? Про что? Мясо с молоком. А, мясо с молоком. Можете проверить, что занимается физиология, биохимия и прочее. Я сейчас не могу точно сказать, что именно там. Есть щелочь, кислота. Вот что-то переваривает мясо, а что-то молоко. И если соединить, ну, говорят эксперимент про простой, киньки в молоко, кусок мяса, поставь его, да. Ну, варил, нет, то что вы едите. И поставки его, допустим, там при температуре примерно внутренней 37 градусов, и посмотрите, что будет через час. Что будет? Ну, говорят, что там что-то нехорошее будет. Не пробовала, честно говоря, это. Смотрите. А у нас мясо переваривается дольше всего. Вы знаете, да? 8-12 часов, да? 8-12 часов переваривается. И представьте, вот то, что переваривает мясо, там, ну, какая-то кислота или не знаю, что там, она уничтожает то, что переваривает молоко. Выделяется и то, и то, и ничего не переваривает. Щелочь, и кислота встречается, и друг друга нейтрализует. Да. Ну, могут подсказать. Щелочь, кислота. И в этом смысле в иудаизме есть традиция. Вот там, те, которые верующие, у них разного цвета. Ложки, белки, кастрюли. Касиды. Да. Вот с хасиды так. То есть, у них даже, если там, ты случайно там, там не мясо, молоко, там полдня нужно эту кастрюлю чистить каким-то образом, чтобы дальше мне можно было варить там то, что ты варила. Но то, что вот, когда мы идем вместе, это все равно нарушает наше вищеварение. И поэтому вот это вот, такое не очень сочетаемое. Карцушка мало с чем сочетается то же самое, да. Со свежими овощами. Овощи сочетаются со всех. Ну да, да. Вообще все-таки лучше, конечно, овощи и фрукты. Там так мало. Чтобы только снова не было. Ну так считается. Овощи смерти не сделаете. А крабовые, вот крабовые соматы. А крабовые соматы. Так, и все сразу. Ну я же сказала, до двенадцати вилет. Ну нет, а продукты там, вегетариальность? Ну практически вегетариальность. То есть я лет сорок не покупаю мясо и не готовлю. Но где-то в компании могу маленький кусочек съесть раз в полгода. Как ты считается? Пекалкова. Пекалкова у нас. Смотрите, вот за вином и любыми спиртными напитками ни разу не поскучала и не переживала по этому поводу. Ну я сильно никогда не пила, ну так там, на Новый год, на праздники. Вот. А мясо первые лет десять, когда оно на столе стоит, трудно было держаться. А сейчас уже очень редко, когда хочется. Ну вот молочно потребляя, так тоже собираюсь отказаться, но пока нет. Вообще вот в идеале, надеюсь, перейти на сыроедение. Дальше я не ела лет пять. Сейчас что-то начали меня убеждать, что надо хотя бы там одно яйцо три дня начало есть. У меня вопрос про мясо и молоко, а крабовый салат. Вот если не мясо, а крабовое, это то же самое или нет? Нет, это то же, что и рыба примерно. Ольга, если не тридцать дальше, да. Так, ну это, видишь, народ как-то это, заинтересовался, да. Да. Ну это есть как-то. Ну это есть как-то. Так, что еще у нас? Да. Что очень важно, первое блюдо, да? Ну вообще постные супы хорошая вещь. Она и легкая, и такая сытная. Ну я тоже редко, далеко не всегда, там раз в неделю могу. Как домочадцы ваши реагируют? А? А? Как домочадцы ваши реагируют? А я вот уже три года как, только с друзьями с моей диеты. Как муж ушел? Я же первый раз в жизни живу сама. Ну это и делу заслону. Так, итак. Система питания закончится. Хорошо? Следующая, это система питания, народ. Давайте. Все здесь тихо. Ну или как это что, такое питание, голодные, вечером. Да, да, да. Воспустим сразу. Система дыхания. Дыхание. Дыхание. Да, питание. Да, питание нам. Один только в странице. Один только в странице. Один и шляпьо. Да, угонять что сколько. Система дыхания. Система дыхания. Система дыхания. Можно пойти на йогу. Можно пойти на специальные практики. БТИ, Кострельникова или еще кого-то. Можно самим. Сейчас в интернете все есть, как напишут. И есть онлайновские всякие курсы. То есть вполне можно потренировать. Очень сильно влияет на состояние. На все органы. Следующий вариант это физические нагрузки. Вот вы заметили, как много сейчас людей с животами. Особенно мужчины. Женщину можно подумать, что беременная. Мужчины пиво. Ну да, так называемый пивной живот, но не только. То есть на самом деле физические нагрузки очень важны. И мы сейчас конечно же не дорабатываем. Мы же почти не ходим. Наоборот же вроде в спортзал сейчас такая тенденция. Ну понимаешь, он пошел, раз не делит, а на 2 часа. А по идее ну вот та же ходьба с палками. То есть вообще что-то делать надо. В идеале минимум там пару раз в сутки, там утром, вечером, днем, как получится, хотя бы минут 20-30. Ну самое простое, знаете что? Для сосудов, например. Копать пяточками, знаете? Мы голем. Ну если на кашлукат сильно не потупаешь, но просто немножко приподнимайте. Это вот беды очень на ногах. Плюс, мы же сейчас все время губы, мы босиком не ходим. Пальцы на ногах. Туда-сюда. Полтора. Заряд. Такие хотя бы простей. Вот, да. Мигулин такой, если что, можно в интернете посмотреть. Он сейчас, по-моему, уже его нету на земле, но он где-то моего возраста, чуть старше, наверное. Да. Ну раз сто, вот так вот пяточками постукать утром. Запускает венозную систему. Меньше там проблемы с венами. Плюс еще дохлый таракан, знаете, из такого. Боже. Руки поднимаешь, и кричешь. Ну что там вообще не ходишь? А, еще раз. Давайте по шее липсов, а вот так? Не ложись на сцену, и покажи. Я не умею. А-а-а. Ну что, мы тебя получили? Ребят, вы на меня все будете смотреть. То есть, смотрите, просто ложишься, вообще говоря, хотите, могу в голову прислать. Есть так называемая тибетская гормональная гимнастика. О, да. Око возрождение, нет? Это не совсем око возрождение, это само собой то другое. Там, когда крутишься, да? Да. Когда-то я делала лет пять, давно уже, правда, сейчас не делаю. А вот эту я начала делать, не вставая с постели. Да. Десять минут. Там, в том числе, этот таракан отбил в конце там. А начинается, потёрли руки и на глаза. И тридцать раз на глаза. Чем хуже зрение, тем дольше, потом ещё можно минуту-две держать просто. То есть, энергия вот из рук. Да. И диагностика, вот руки потёрли, если они стали горячие, там, допустим, за 15 там, вот, растираний, значит, с энергетикой всё в порядке. Да. Если они не нагреваются, значит, ослаблены. Если они потеть начинают, то, значит, совсем нужно заняться соучившим. От соучившим. Да. Руки с утра вот роснулись, потёрли, и они сразу становятся горячими. Потом, так же на уши. Да. Вначале глаза, уши. Вы знаете, я когда начала делать, удивительно, у меня с уха что-то вышло. Я не знаю, что это было, но у меня вообще с детства, я поляра распорянула все дня в ухо. То есть, буквально, через месяц, как я начала это делать, я так, раз, вот что-то зачесалось. И что-то такое там ушло. Ой, бросит нам, пожалуйста, ссылочку, пожалуйста. Брошу. Если забуду, напомните. И ушки надо. Ушки надо. Да, и в ушах здесь тоже очень много опокотчили. Вниз, вбок, вверх. Вниз, вбок, вверх. Да. Да, что держаться надо. Вот, смотри, ты вот так вот. Да, по вырубить это самое, как вы, девчонки. Вообще, проблемы многие начинаются с... Мы на что опираемся? На стопы. А мы сейчас босиком-то не ходим. Раньше же мы ходили босиком, там камушки всякие. А сейчас, и вот отсюда начинаются все проблемы. Поэтому с утра, вот там, поразминать, хотя бы вот так вот, пальцы на ногах, туда-сюда. Следующее закаливание. Горячая, холодная. Закаливание. Следующий фактор, влияющий закаливание. Сюда относятся, начиная с сауны, и с сауны. Можно и баньку, и сауну, это кому что нравится. То есть горячая и холодная. Так, дискуссии там про что? Жень, про что дискуссии? А, Женя, ты тоже там что-то общался. А, Женя, ты тоже там что-то общался. Все кодирования, кинези-теппирования меня приглашают на улучшение организма. Жень, Короче, исключая, здоровительные процедуры, можете свои сейчас предложить тоже. Вполне. Если кто-то, чем-то хочет поделиться, можете поделиться. Итак, закаливание, ну, начиная от сауны и банки и заканчивая прорубью и всем остальным. То есть холодная, да, очень хороший контрастный дух тоже. И знаете, что заканчивать нужно на холодном. Это тонизирует и кожные покровы, и, в общем, тоже оздоровывает организм. Что еще у нас? Ну, гигиенические процедуры понятно. По идее, в идеале нужно купаться два раза в день, утром и вечером. На победе. Нет, на попробую, ну ладно. Чего наоборот, купаться? Да, там же вытатые. Кожное сало, оно очень полезное. Ну, вы знаете, я хочу мыться тоже интересно. Я же долгие годы занималась альпинизмом. Вот представьте, 20 дней у нас мы выше уровня воды. То есть там только снег топит. Понятно, что столько бензина за собой не утащишь, когда на 7 тысячники ходишь. Поэтому утром тебе дают, допустим, кружечку. Хочешь умывайся? Хочешь выпивай, что хочешь сделай, больше не будешь. И что удивительно, представляете, сейчас даже трудно представить, 20 дней не мылись. Ничего, все здоровенькие и даже и все в порядке, никаких проблем. Ну, там шутка была, что грязь после 30 метров сама отпадает. Это такая финистская шутка. На самом деле, то это здоровье связано с высотой, с воздухом определенным. Там ни микробов, ничего. То есть вообще никаких проблем. В том числе и женских. Да нет, ну Ольга Семеновна, все же правильно, вот биологический вид такой же, как и другие. Тоже в горах, вау, ну вообще вот правильно за то, что в жировой слой. У животных как? Кроме того, что шерсть, еще этот слой, работает все, так же у нас. Да, в чистой экологической среде, когда ты там в горах или еще где-то, то это нормально. А просто с учетом нашего голода, ты приходишь целый день по городу походить. Я вообще, конечно, в жировой слой, иначе будешь отсюда делать. Ну и все, и все. Ну и еще очень важный момент, это режим труда и отдыха. Да. Ну, начнем там соотношение все-таки рабочего времени и отдыха, это отдельная тема, а вот если говорить о сне, все знают, наверное, про сон, когда надо ложиться и когда надо вставать. все губо, все губо или классно. Ой, согласна, но не совсем так. Вот есть даже книжка, а по-моему, а, на вашем посудке не приезжал товарищ, который в 5 утра встает? Не. Приезжал же, да. Есть такая книжка в 5 утра. Есть. Магия утра? Да, Магия утра. То есть, вообще, вот, исходя из этого направления, ну, это достаточно распространенное направление, вставать нужно не позже 5 утра. После 7 утра это уже все, что мы лежим, это вредно. Лучше днем там на полчасика прилечь, если можешь, чем вот утром поздно вставать. На себе, могу сказать, проверяла, у меня в этом тоже болевая точка, раньше двух лечь не всегда получается, но вот я, допустим, 10 домой приду, там еще 50 звонков пропущенных, еще 10 позвонят в этом время, знаю, что я там рано не ложусь, и где-то 12 часов смотришь, там еще 100 сообщений на WhatsApp. Из них 50, на которые надо сегодня ответить, потому что завтра будет уже поздно. И туда-сюда просмотрел 2 ночи, 3 ночи, и это безобразие. Продолжается давно уже. Очередное безобразие, вот и отсюда же поздняя еда. Так, что получается, что проверяла на себе, вот, допустим, лечь 2 ночи и встать в 5 утра лучше, чем лечь 2 ночи и встать в 8 утра. Да. Я экспериментировала когда-то по выходным. Ну, понятно, что в будни там не дотянешь до вечера. А еще лучше лечь в 10 и встать в 5. Да, да, согласна. Вот это вообще... Я когда встаю, и мне интересно, почему вообще мир ушел от солнца. Да. Почему люди ложатся в час и встают в 8? Почему не ложиться в 10 и встать в 5? Вот все то же самое. Айдем, да? В 10 утра. А в 10 утра. А в 10 утра. А в 10 утра. Ну, я проверяла, что даже когда меньше поспишь и раньше встанешь, это лучше. Вот на себе я проверяла. Но с другой стороны, не всегда удается все-таки проснуться раньше. Будильник я давно не ставлю. Ну, только когда там лег в 3, нужно встать в 6, тогда ставлю. А так практически без будильника, вот когда организм сам, ну, я пытаюсь себя запрограммировать, медитацию сделать, чтобы я хочу встать там в 6 утра. Как правило, срабатывает. Ну, когда совсем что-то ответственно, тогда приходится будильник ставить. Ну, где-то это несколько раз в году. На поезд куда-нибудь, там, в таком плане. А так вообще лучше вставать без будильника. Потому что будильник – это вещь какая? Стрессовая. Ну, и вставать тоже, знаете, резко не очень хорошо. Там, через бок, там, в общем. Да, и в идеале вот эту вот тибетскую гимнастику, она, кстати, хорошо помогает и проснуться тоже, когда надо. То есть здесь, вроде бы, все понятно, да, что лучше раньше лечь и раньше встать. Но понятно, что вот по природе. Солнце взошло. Ну, собственно говоря, с основными факторами, я думаю, что здесь все. Теперь еще, знаете, что? Средства психологического воздействия на уровень физического здоровья. Немножко еще про это. Это уже таблица или нет? Это уже, как бы, за таблицей, но про физическое здоровье. Можно сделать четвертую, там, это, средства психологического воздействия еще. На уровень физического здоровья. Ну, самое простое, это ауто-тренинг. И вообще, родичный тренинг, в том числе... Ну, пешком пойдешь, как раз до утра дойдешь. Это ауто-тренинг. Никто не здесь. Все же, давай. Система. Бэк-бэк-бэк-бэк-бэк-бэк-бэк-бэк-бэк-бэк-бэк-бэк-бэк-бэк-бэк-бэк-бэк. То есть, телесный ориентирный тренинг помогает более адекватно воспринимать свое тело и чувствовать его, и знать, как именно этому человеку оптимальнее с ним работать. И формируется потребность совершенствования телесного тоже. И так, следующее, это психическое здоровье. Что там у нас со временем? Здесь надо минуту еще. Ну, самый такой простой показатель это отсутствие психиатерического диагноза. Для начала. Хотя, ну и вообще психических болезней. Я знаю случаи, когда там, в общем, мама училась у меня, и дочка училась у меня, и как-то мама ее упрятала в больницу. Ну, короче, девочка рассталась с мальчиком и начала неадекватно себя вести. Мама испугалась, что там суицид будет или еще что-то. Короче, ее насильно в больницу. Она там что-то стихи писала, и что, короче, ну это было давно, правда. Сейчас уже, я думаю, не так жестко все. В общем, ей там что-то шизофрению поставили. В общем, в конце концов, там забрала ее мама, украла ее из больницы. Вот, что она отправила вас. Я тебя проводила. Да. Ну и, в общем, все благополучно. Жива, здорова и нормально. У нее просто была, ну, эффективная реакция очень сильная, неадекватная. А мама перепугу. А в те времена еще добровольно не выпускали. Сейчас уже... А? С СССР. Да. И в этом плане... Ну, я так крайний взгляд, что любой диагноз можно снять, если поработать на всех уровнях здоровья. Ну, наверное, бывает исключение из правил. Показатели психического здоровья. Это эмоциональная устойчивость. Да. Да, то есть то, что мы называем толерантность к стрессовым факторам. Ну, или просто стрессоустойчивость. Стрессоустойчивость, короче. Дальше. Преоблагающее эмоциональное состояние человека. То есть то ли он радостный. Всегда радуйтесь. Помните, что радость. Мы с вами говорили, что радость – это как начальная школа взращивания, безусловно, любви. Поэтому вот уныние – вот это все тоже. То есть преобладающее эмоциональное состояние. Если человек все время расстражен, недоволен, постоянные претензии – это уже фактор психического нездоровья. Чего-чего там? Ну, что мы будем что-то дать, какого человек надо. Там какие-то всякие кинжиталии прошли, правильно? Так, что еще? Вот насколько он уравновешен в отношениях с собой и другими? Перепад настроения резкий, немотивированный. Уравновешенность в отношениях с собой и другими людьми. Сюда же входит наши особенности ментальной сферы, то есть наше представление о том, что такое человек, что такое концепция. Да, система отношений. То есть наши установки, представления, мысли, наше восприятие различных событий. Эмоциональный интеллект. Да, по сути, это все входит в эмоциональный интеллект. Да. Ага. Вопрос, конечно, очень важный и актуальный. У одного вырабатывается амбер, а у другого не вырабатывается амбер. Во-первых, то есть это уже, как правило, вот как раз недостаточно стрессоустойчивость. То есть, наверное, есть фактор, который порождает это, но у одного этот гнев зашкаливает, у другого так прошелся чуть-чуть и все. Но в чем ты права, что нельзя вообще давить негативные чувства. А что с ними делать? Выпускать. Трансформировать. Выпускать, но через трансформирование. Физические трансформирования. Да. Подышать. Ну, подышать можно. Посчитать до десяти. Да, посчитать до десяти. Можно там, может, поколоть дрова там. Проговорить хотя бы эмоцию. Но в этом плане лучше их проговаривать и находить причины. Как правило, это связано с тем, что мы ответственность на кого-то другого перекладываем. Что он виноват. Гнев-то на кого-то. Бывай, не на себя тоже. на себя. То есть, так случилось. Вот уметь выходить из таких ситуаций очень важно. Это тоже как раз показатель психического здоровья. Вот если человек часто гневается и не находит других способов как либо запиться, либо побить морду кому-то, то это показатель психического нездоровья, ну, грубо говоря. А там уже нужно рассматривать конкретные детали. Как это оздоравливать. Это уже как бы в следующем пункте. А это вот именно как показатель. То есть, если человек часто гневается, не может с ним справляться, это показатель психического нездоровья. я сказал, я вам такой, делайте, что хотите. Они его делали коллекой, но он остался серафимом царовским. Понимаешь? То есть, не любой. И Пушкин, воздух, если бы не веет вечную душу, то вообще нелогично. А если верить вечную душу, то неизвестно, кто из них счастливее в вечности. Поэтому здесь вопрос такой. Так, что еще? Вот наша реакция как раз это все про реакцию. Вот восприятие событий с одной стороны очень важно, а с другой стороны еще важна наша реакция. И один внутри гнев испытал и попросил прощения мысленно там, не знаю, у Бога, у себя и у этого человека и успокоился. А другой гнев испытал и тут же там схватился за нож или пистолет, а потом в ужасе, что я сделал. То есть, реакция очень тоже, конечно, важный фактор. это всегда энергия движения, как говорят телесники, агрессия, гнев, это все энергия движения, которая используется человеком в силу его осознанности. То есть, не даром же говорят, если стало плохо, поди покопай, да, возвращаемся к нашим любимым полосам. Вообще, это энергия, любая, которая надо точно. Это негативная энергия, которую нужно трансформировать в оплата себе и другим. И это как бы общая установка. Мы же в первой встрече говорили, что чем хуже ситуация, тем больше импульс к увеличению любви в душе и осознанию единства всего мироздания и всех людей. И если любить, всегда любить, везде вот принцип жизни на земле, а дальше уже как научиться любить. Это у нас будет отдельная тема потом. Безусловной, безосценочной божественной любовью, как создание души и способ отношения к миру. Так, значит какие еще критерии? Вот еще критерия, вот скоро завершаем. Критерия психического здоровья это личностные наши особенности, определенные личностные качества. Есть, например, такой термин есть технология, безусловно, акцептирование. Если перевести с английского на русский, безусловно, принятие. мы об этом уже говорили. Наших трех поэтов было. То есть умение принимать. Да, наши личностные качества. Умение принимать. То есть фактически, что такое принятие? Это признание самоценностей и божественного начала в любом человеке, в последнем водитель. В нем есть это начало, но оно как-то очень сильно закопано. И когда мы его признаем, то есть шанс, что и я стану лучше, и он станет лучше. И на фоне вот такого безусловного принятия можно достаточно жестко высказываться, обсуждать и что-то делать. Принимать не значит соглашаться, да? Да. Смотрите, принятие не исключает наказания ни для детей, ни для взрослых. Что такое наказание? Наказ. То есть как нужно меняться и куда двигаться. Это мы человека принимаем внутри есть доклад Божья благодать, а снаружи можно там крикнуть, стукнуть по столу лучше. В крайнем случае на край по рукам или еще что-нибудь, но при этом внутри не должно быть ненависти, злости, агрессии. то есть мы можем выражать несогласие с какими-то его действиями, словами, но ненавидеть не имеем права ни себя, ни других. А если не хватает любви, то альтернативой будет либо ненависть, либо гнев, либо обида, либо вина. Если вот ребенку много раз говоришь, реакция ноль, потом только с эмоцией говоришь, что-то начинает происходить. любишь, понимаешь, принимаешь, все понимаешь, но надо же двигаться как-то с места уже. А сколько ребенка лет? 8 лет. 12 лет и 7 тоже самое. Ну, вы знаете, сейчас еще все-таки очень сложное время, и в школе там вообще непонятно что. У нас недавно была конференция, и там учат школьников. Я как-то не замечала, там оказывается там вообще сейчас какие-то образцы уроков, и не преподаватель ведет урок, а фактически дайже ведут урок. Что же до такого? То есть сейчас, конечно, на родителях еще больше ответственности за то, что будет с их детьми. Но я думаю, что, помните, что у нас сейчас-то тьма, но наш перед рассветом, поэтому вот к внукам нас уже находились. Но проблемы поколений всегда были. Это, конечно, воспитывались, даже на более гуманное воспитание. Да. То есть наказать ребенка можно. Например, лишить его сладости или чего-то, куда-то не пустить, не подарить то, что обещали, потому что он не так сильно. А ли он нормально не подарить то, что обещали? Если на день рождения, например, вроде как. тут понимаешь, что интуиция материнская. Где-то это будет нехорошо, а когда-то, когда он там что-то изря на год сделал, ну, ты меня просто шокировал. Знаешь, я на то, что я тебе обещала, такое тоже возможно. Тут уже очень конкретно индивидуально все происходит. Ну, смотрите, здесь еще нужно помнить о таких качествах, которые мы в себе формируем, и они же будут транслироваться, если мы в себе формировали в наших детях. Как тупение, кротость, смирение. На самом деле, если нам этого не хватает, то что мы удивляемся, что детей не хватает. Я когда вчера дочке говорила, что как ты так можешь, а кто воспитал? И что тут возразишь? То есть на самом деле, смотрите, мы хотим, чтобы ребенок поменялся. Есть два условия. Вы сами должны готовы быть меняться, в том числе и в его принятии больше. И принять его внутри, что он имеет право заблуждения. То есть как начали ему объяснить, сказать, я тебя так люблю. Иногда сказать, что я тебя очень люблю, заменяет все философства. в таком состоянии, что мы уже не можем этого сейчас сказать. То есть мы должны меняться сами и на фоне принятия его будем удивляться, как он будет меняться в эту сторону. В общем, все внутри нас. Меняемся сами, меняется мир вокруг. Знаете же притчу? Хотел поменять мир, не получилось. Хотел поменять город, не получилось. Хотел поменять семью, не получилось. Лишь поменяться сам. И вдруг чудом поменялась и семья, и город, и цивилизация. Да, на этой кинемистичной мысли. Спасибо. 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 Мы с вами за встреч .